МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Об официальном визите Александра Лукашенко в Индию, стратегическом учении Запад-2017, новом таможенном кодексе ЕАЭС и о перспективах развития в нашей стране электрического транспорта. Подробности в ближайшие 20 минут в студии Сергей Прохоров. Здравствуйте. Беларусь и Индия расширяют сотрудничество в нефтегазовой сфере, сельском хозяйстве, науке и образовании. Это лишь некоторые итоги официального визита Александра Лукашенко в эту страну. Накануне вечером и сегодня днем временной резиденцией главы белорусского государства стала гостиница Лила Пелос в центре индийской столицы. У Александра Лукашенко был насыщенный день. Одни переговоры сменялись другими. Рано утром гостями президента стали министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж и вице-президент этой страны Винкай Ахнайду. Это стало своеобразной репетицией большого и содержательного разговора у премьер-министра Нариэнды Моди и президента Индии Раманадха Ковинда. А когда в Минске было 6.30 утра, состоялась церемония встречи высокого гостя Александра Лукашенко и посещения монумента Махатмы Ганди. Моя коллега Ольга Юрудь следила за развитием событий. Этот дворец в Нью-Дели – самая масштабная резиденция президента в мире. Именно здесь сегодня Александр Лукашенко со своим индийским коллегой обсуждали все точки соприкосновений белорусско-индийских отношений. Президентский дворец в центре Дели с вековой историей. В нем 340 комнат и 37 фонтанов. Перед дворцом Большая площадь с джайпурской колонной и могольскими садами. Это особое место проведения протокольных церемониалов приема высоких иностранных гостей. От центральных ворот дворца до места встречи с руководством Индии автомобиль белорусского президента сопровождал конный эскорт. Очень эффектно и впечатляюще. Церемония приветствия встречает белорусского лидера, недавно избранный президент Индии Рамнадх Ковин и премьер-министр Нарендра Моди. Он на посту с 2014-го. Я очень рад уже в третий раз побывать на этой древней священной земле. У нас установились очень давние дружеские отношения, и корнями они уходят во времена лучших наших отношений, во времена существования Советского Союза. И сегодня фундаментом наших отношений является то, что у нас сотни индийских молодых людей получают прекрасное европейское образование и возвращаются на свою родину для того, чтобы поднимать ее, укреплять ее, делать независимой и суверенной. У нас есть что предложить руководству Индии, с которым у нас сложились, особенно с премьер-министром, очень теплые дружеские отношения. Я уверен, мы найдем свое место в этой огромной, процветающей и перспективной стране. Переговоры двух глав государств были весьма долгожданные. Это заметно было по широкому спектру обсуждаемых тем. От международной повестки до регионального сотрудничества. Беларусь будет оказывать максимальную поддержку скорейшему заключению соглашения о свободной торговле между государствами, членами Евразийского экономического союза и Индией. Об этом заявил Александр Лукашенко по итогам встречи с премьер-министром МОДИ. Мы крайне заинтересованы в том, чтобы Индия стала великой, могучей страной. Мы проповедовали и провозглашали, поддерживаем до сих пор идею многополярности. И мы хотели бы, чтобы Индия стала мощным полюсом нашей планеты. Я абсолютно поддерживаю идею премьер-министра Индии о том, что у нас сегодня наступает новая ступень, новый этап в нашем сотрудничестве. Великая Индия невозможна без вашего присутствия на той территории, на которой расположена Беларусь. Между Евразийским экономическим союзом, о котором говорил премьер-министр, и Европейским союзом. Мы готовы предоставить вам самое выгодное и льготное условие функционирования вашего бизнеса в случае инвестирования в Беларусь. Такой опыт у нас есть с другими странами. О серьезности наших намерений говорит подписание сегодня Белорусско-Индийского соглашения о взаимной защите инвестиций. И хочу пообещать вам, об этом премьер-министр говорил, всяческую поддержку скорейшему заключению соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индией. Мы приняли решение развивать взаимодействие во всех сферах нашего сотрудничества. Мы будем работать, чтобы развивать и диверсифицировать наши экономические связи. Будем сосредотачиваться на том, чтобы строить их на основе взаимодополняемости. Существуют огромные возможности для бизнеса и инвестиций в таких сферах, как фармацевтика, нефть и газ, тяжелая промышленность. Беларусь и Индия договорились по вопросам увеличения поставок калийных удобрений. Обмен соответствующим меморандумом о взаимопонимании состоялся в присутствии президента Александра Лукашенко и премьера МОДИ. Таким образом, стороны определили, какие объемы будут поставлять основному покупателю белорусского калия в Индии до 2023 года. Мы сделали большие успехи в Индии. По итогам прошлого года наша доля на индийском рынке уже составляет порядка 26%. То есть из 4 миллионов тонн, которые Индия импортирует, наша доля больше миллиона тонн. И в ходе этого визита мы подписали новый меморандум. Мы подписали меморандум на 5 лет, финансовые годы, которые проходят в Индии, он окончится в 2023 году. Общий объем поставок примерно 4,5 миллиона тонн. Лидер по двусторонним контрактам Министерство образования, молодежная политика и обучение сейчас в Индии. С подачи МОДИ реализуют госпрограмму по подготовке рабочим специальностям. Беларусь откликнулась на такое сотрудничество. Наш Республиканский институт профессионального образования окажет содействие в создании соответствующих ресурсных центров по подготовке рабочих кадров и кадров со среднеспециальным образованием на территории Индии. Но речь о чем идет. У нас есть наработанные учебно-методические материалы, научный комплекс в этом направлении по ряду специальностей. Мы определились, по каким направлениям для наших индийских коллег интересно развивать это взаимодействие. Мы должны выйти в перспективе на подписание двусторонних договоров между конкретными вузами Республики Беларусь и конкретными вузами Республики Индия. Стороны сегодня подписали более десятка двусторонних документов в сфере машиностроения, сельского хозяйства, науки, культуры. Как отметил в кулуарах глава НАН Беларуси, таких удачных переговоров с зарубежными партнерами он и не припомнит. Это должно быть такое широкое взаимодействие между учеными обеих стран Беларуси и Индии по разным направлениям. Уже очень хорошо, что у нас есть предварительная такая неплохая база наработанная. У нас работают ученые в области порошковой металлургии, химии новых материалов, по водоочистке, институт физики, по лазерной технике, по фонду фундаментальных исследований. Проекты намечаются хорошие. Мы развиваем космические исследования, в области машиностроения, особенно электротранспорт. Беларусь намерена внести свой вклад в развитие Индии. Александр Лукашенко на встрече с вице-президентом высказал желание перейти на экономическую конкретику в белорусско-индийских отношениях. Несмотря на то, что мы не такая гигантская страна, как Индия, сможем внести свой достойный вклад в развитие тех программ, которые у вас намечены сегодня к реализации. И действительно настало время, когда мы должны уже разговаривать языком конкретных контрактов, а не просто направлений развития экономики. Под руководством премьер-министра в Индии сейчас реализуется много инициатив, реформ. Это создаёт возможности для активного взаимодействия двух стран по различным направлениям. У нас также развивается сфера здравоохранения, медицинский туризм у нас развивается. Я надеюсь, что это ещё одно направление, где мы можем сотрудничать. Индия – очень перспективная страна, которая уже в ближайшем будущем, по мнению Александра Лугашенко, будет определять и будущее планеты. И именно наши министерства иностранных дел должны стать движущей силой экономических отношений. Об этом шла речь на встрече с главой МИД Сушмейс Варадж. Если два министра возьмут на себя эту функцию, если они сыграют свою роль в укреплении отношений между Беларусью и Индией, поверьте, мы буквально в ближайшие годы выйдем на очень высокий уровень наших отношений, а у нас есть что предложить друг другу. Если посмотреть в прошлое, даже недалёкое прошлое, развитие суверенной Беларуси, то у нас не было никогда никаких проблем в отношениях с государством Индии. И не будет никаких проблем в будущем. Но чтобы здание нашей дружбы было крепким, надо под него подвести крепкий фундамент, то есть укрепить фундамент наших отношений. Но это экономика, торгово-экономические отношения. Это уже третий визит к нам, но он имеет особое значение, так как мы отмечаем 25 лет установления дипломатических отношений между Индией и Беларусью. Установлены тесные исторические и культурные связи. Но, конечно, потенциал торгово-экономического сотрудничества реализован далеко не полностью. Эти дни в Нью-Дели для всей белорусской делегации были весьма насыщенные. Тон всему, конечно, задал плотный график президента. Заметно было со стороны, как наши министры и руководители крупных предприятий с азартом и с творческой активностью встречались с индейскими бизнесменами, беседовали, договаривались, обменивались контактами. В итоге получили увесистый портфель контрактов. Больше даже, чем ожидали. Вы, наверное, сами почувствовали атмосферу визита. Она была очень живой, насыщенной, я бы сказал, заинтересованной со всех сторон и очень продуктивной. Сейчас, как нам кажется, есть абсолютная готовность, с белорусской стороны она была всегда, но сейчас есть абсолютная готовность у наших партнеров развивать отношения с нашей страной. Да, мы небольшая по меркам страна, но мы представляем интерес для Индии, потому что мы достигли значительных успехов в развитии нашей промышленности, сельского хозяйства, других областей нашей экономики. И вот эта вот, как мне кажется, взаимная заинтересованность, обозначенная на самом высоком уровне, главный результат этого визита. Еще утром президент посетил место кремации Махатмы Ганди, почитаемое всеми жителями Индии, мемориал Радж-Хат. Здесь, на мраморной плите, высечены последние слова отца нации, которые он сказал после ранения. Хэ-рам, в переводе «О Боже». Около памятника вечный огонь. Александр Лукашенко возложил венок к монументу Махатмы Ганди. Индия впечатляет не только своей историей, традициями, но и искренней открытостью. Здесь такое особенное настроение, когда заряжаешься общей целью благосостояния. И идеи для бизнеса, сотрудничества рождаются даже в процессе обычного человеческого общения. И нет сомнения, что небывалый нынешний подъем экономики – это вклад каждого индийца, пусть пока и не такого богатого. И, видимо, успех прост. Мы заметили, как каждый воодушевленно старательно выполняет доверенную ему работу. Пусть не самую доходную, и на первый взгляд очень простую. Ольга Юруть, Валерий Науменко, телекомпания СТВ, Нью-Дели, Индия. Первые ласточки, вернее вертолеты российского контингента, приземлились на аэродроме Мочулище под Минском. В Беларуси с 14 по 20 сентября пройдет запланированное стратегическое учение «Запад-2017». Проверку боеготовности вооруженной силы Беларуси и России в таком масштабе проверяют раз в два года. В прошлый раз маневры проходили на полигонах Российской Федерации. Основная часть нынешнего учения – на территории Беларуси. Вот с сегодняшнего дня начинают прибывать экипажи, личный состав, инженерно-технический состав, авиационная техника вооруженных сил Российской Федерации для совместного участия в совместных учениях «Запад-2017». Участие в совместном учении российских военнослужащих породило некоторые домыслы. Но в отличие от соседних стран, где постоянно проходят военные маневры натовского контингента без участия национальных армий, Беларусь отрабатывает взаимодействие регулярной армии с формированиями территориальной обороны. Эти люди в гражданской жизни занимают различные должности, но на время учения все они бойцы территориальной обороны. Даже на шевронах – герб райцентра. Защищать будут в буквальном смысле родной порог. На центральной площади Глубокого присягу принял целый батальон местных жителей. В итоге получился праздник городского масштаба. Но уже завтра вместо праздничных маршей – окопные будни. Сегодняшний день он праздничен, торжественен, он важен, он ответственен для всех Глубочан, не только для тех, кто принимал воинскую присягу. Мы еще раз убеждаемся, что наш белорусский народ, толерантный народ, готов к выполнению тех задач, которые ставит руководство страны. Оборонительное учение Запад-2017 должно стать самым открытым в регионе. Приглашены представители международных организаций – ООН, ОБСЕ, НАТО, СНГ. ОДКБ – военно-дипломатического корпуса государств, аккредитованных при посольствах стран в Беларуси. Всего 80 международных экспертов и десятки зарубежных журналистов. А сегодня начал работу специальный сайт совместного стратегического учения вооруженных сил Беларуси и России. На портале будет размещаться вся актуальная информация по Западу-2017, фото и видео самых ярких моментов учения. Новый таможенный кодекс ЕАЭС. Новые возможности для бизнеса. Процессы оформления будут автоматизированы, а таможенные формальности заметно упрощены, что расширит экспортный потенциал. Как это будет работать на практике и что еще нужно усовершенствовать, сегодня обсуждали на международной конференции в Бресте. Новый кодекс должен значительно упростить торговлю, сократив три основных показателя – время, деньги и документы. Бизнес высоко оценил, проводя экспертизу этого документа, высоко оценил. Но вместе с тем необходимо было еще в развитии таможенного кодекса отработать внесение изменений в ряд указов главы государства нашей страны, в постановление правительства. И бизнес здесь принимал активное участие в подготовке тех предложений, которые необходимо было учесть. Механизм по электронному выпуску товаров в Беларуси уже успешно внедрен в качестве эксперимента. На оформление безбумажных носителей вскоре перейдут и другие страны-участники ЕАЭС. От назначения пенсии до внесения изменений в законодательство. Выездные приемы можно рассматривать как действенный инструмент мониторинга работы чиновников на местах. Такое мнение высказал сегодня главный советник Главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц администрации президента. Петр Катушкин провел встречу с жителями Гомельской области. Многие вопросы удалось решить во время приема. Именно такая практика помогает четко и более детально узнать ситуацию о состоянии работы с обращениями граждан на местах. Посмотреть, как местные органы власти решают ту или иную проблему. Ведь иногда люди и правы, что существует волокита. Иногда бюрократизм. Вот именно наши приемы позволяют сделать так, чтобы и местные органы власти в комплексе рассматривали проблему каждого гражданина. Вот, допустим, Петр Прокофьевич был в Мозере, когда там спорный вопрос стал по строительству дома на придомовой территории четырех домов и детской площадки. Пока вот он не приехал, люди стояли почти четыре месяца каждый день в 30-ти градусные, 20-ти градусные морозы, ждали решения. Пришла весна, приехал Прокофьевич, и слава богу, все у них разрешилось. Общая тенденция по стране – сокращение обращений граждан. Например, на нынешний прием представители администрации президента записались всего 8 человек. В Могилеве создали опытные образцы электрозаправочных станций. Две модели пока работают в тестовом режиме, но уже в самое ближайшее время их установят в городе. Пока мировой тренд электромобилей для нашей страны все еще новинка. В Беларуси насчитывается около двух сотен таких машин. Заправочных станций для них еще меньше, но энтузиасты уверены – это только начало. О перспективах зеленых авто Юрий Прокопенко. Каждый день после работы Илья Малюк спускает со своего пятого этажа у линителя. Другого способа зарядить машину у него нет. Соседи к необычной картине уже привыкли. Это зарядное устройство, которое вожу с собой для того, чтобы зарядить электромобиль. То есть мы его включаем в зарядный порт. Зарядка занимает около 4-5 часов. Все это время процессы желательно контролировать. После чего можно проехать около сотни километров и снова на зарядку установить. Этот электромобиль Илья заказывал в Штатах. Обошлась машинка недешево – 15 тысяч долларов. Мужчина был уверен – она того стоит. Бензин, масло не нужны. Заряжай как телефон и катайся. Хотел установить рядом с парковкой розетку, однако возникли трудности. Запретил энергонадзор. На сей момент в Могилёве нет ни одной зарядной станции заправочной. Обещают их поставить в ближайшем времени порядка двух. Но опять-таки это мало. Это мало. Хотелось бы, чтобы это было возле дома. Возможно, было сделано. Эта станция пока работает в тестовом режиме. Могилёвская компания разработала две модели, которые полностью соответствуют международным стандартам. В ближайшее время их установят рядом с крупными торговыми центрами. Время полной зарядки электромобиля на такой станции около четырёх часов. Её удобно устанавливать около жилых домов, рядом с организациями и предприятиями. К концу года в компании планируют разработать ещё одну модель станции – экспресс-заправки специально для автотрасс, которая сможет полностью зарядить электромобиль за 15-20 минут. Сейчас вопросом электрификации транспорта занимаются на государственном уровне. Электромобиль экологически безопасен и экономически выгоден. Беларусь только в начале пути электродвижения. В Европе, к примеру, с этим проблем нет. В Париже установлено порядка 6 тысяч заправочных станций. Как только примут программу развития стимуляции рынка, в которой должны быть отменены ввозные пошлины, таможенные сборы на ввоз данных электромобилей, это прослужит хорошим толчком для развития рынка электромобилей. Пока в стране лишь около двух сотен электромобилей и 27 заправочных станций, но их количество будет расти. Уже к 2020 году сеть электрозаправок должна составлять не менее полутысячи. С учетом того, что в Беларуси начали производство отечественных электромобилей, спрос будет, а предложение уже есть. Мощность наше предприятие позволяет нам выпускать около сотни зарядок в месяц. Этого достаточно для того, чтобы обеспечить потребности всей нашей республики. Несмотря ни на что, Илья Малюк нисколько не жалеет, что сменил автомобиль на электромобиль. Траты на электричество в разы меньше, чем на бензин или дизель. Да, пока это машина для города. Далеко без оправки не уедешь. Но ключевое слово здесь пока. Юрий Прогопенко, Василий Лосенков, телекомпания СТВ, Могилев. И на этом выпуск завершен. Далее в эфире новости спорта. Всего доброго.